Всем огромнейший привет, с вами Снова Айс, и мы продолжаем похоронить Final Facts Z4. За Ютс и Ньюс у нас сразу же бой. Как вы помните, два монаха наших сдохли. Надо их как-то воскресить. Сейчас посмотрим, есть ли у нас первый Феникс, потому что, честно говоря, я забыл. К сожалению, игра должна была выйти вчера, но вчера я был занят, поэтому она выйдет только сегодня. Запись этой игры, очередной серии. Так, ну в любом случае это выиграем, это понятно, я про пиро Феникса забыл, есть ли она у нас там или нет. По идее, два пира у нас должны быть. По идее. Кстати, ногой бью я зря, это уже так, по привычнике. Так, очередная победа, отлично. А где музыка? Музыка, музыка победа, где? Повышенный уровень навыка группирования, два безумных крыла. Короче, заходим сюда, я уже забыл, что нужно дружать. Что у нас с перьями? Первый Феникс и... Сейчас, два... Палатка или дом. У нас есть дом? Есть. Давайте, наверное, палатку, у нас не так много жизни, чтобы восстанавливать дом. Растущая луна. Супер. Так, ну, жизни восстановили, манны там у нас совсем мало, поэтому понятно, что мы восстановили. Перезаписываем игру. И идем дальше. Да, так вот я не помню, куда нам. Куда ли или в мысли. По идее, нам просто надо вернуться, да, то есть... А и все туда, все, кстати. Блин, когда вот не играешь, да, нам-то, четыре дня, то просто тупо забываешь, куда бежать, потому что... Сейчас на канале довольно-таки много прохождений. И еще. А что, тут не можешь удар ногой сделать? Давайте попробуем сразу вот так вот всеми удар ногой, чтобы взволили... А, блин, один удар ногой не сделал. Да, ладно. Ну, Барсова неплохо бьет, пускай там по 80, янг по 90, 90, 70, кто-нибудь. Двоих первых мы должны сейчас добить, а вот заднюю, естественно, выберут, будет не страшно. А, кстати, еще один монах был у нас есть, совсем заблужден, это пятеро, так что отлично все. Победа, 500 опыта, УСЛО получает следующий уровень, скорость стоит из силы, янг получает 24 уровень сила, плюс 2, стоит из плюс 2. Монах Б получает уровень, следующий тоже повышает некоторые свои характеристики. Правильно я иду, неправильно, ну ладно, рано или поздно, конечно, мы до этого леса выйдем, просто не хочется блуждать, знаете. Чакра, нет, никакой, блин, ну да, ногу уже выиграл, ладно, атака, атака. В любом случае мы их добьем, этих змей, гидры, там, не знаю, называйте, как хотите, раньше, чем... А нет, смотрите, нет, а, потому что до ногой, там, заюзли, да, гидры, из-за этого. Ну что ж, использовали немножко чакру, подлечились, победили, получили опыта поменьше, чем за прошлый бой, намного и понятны, 320. Будем бегать за девушку, чтобы красивее смотреть на нее, чем на Янга сзади. Так, ладно, давайте, наверное, все-таки атака, 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 атака. Можно было, как, подлечить Рсуу саму от себя, ну, или Монаха Б. Ну ладно. Уже как бы пофиг. О, да ладно, она выжила, еще шлиф обыкновила, он еще что-то не делает. Что за нафиг? Ну, чак мы не успеем, все равно, ну, это, завидно. Тысяча. Тысяча от Янга, если не ошибаюсь. Поцелуй элит мне дали, и елка-то, 447, прикольно. Понятно, все-таки назад, да, тогда надо было бежать, но я, конечно, дашь бег в этом плане. Топографический кретинизм в играх у нас продолжается, вернее, у меня. Что ни делая, я туплю в них. Жаль, жаль, тем более побежал вначале, это вроде правильно, а потом вернулся туда. Ладно, качаемся, да, качаемся. Что у нас там за группирование есть по всем? Ну, вон, нет, у нас сможет ударить, и вместо врага. Берет врага в клещ, если у нас так он опять. Да нет. Проще, наверное, конфетцию сделать на старшего. А тут опять. Пока мы думали, нас немножко побили, ну, первым нет. Промога, ладно. Ну, бас. Папонь больше полтинника не снимет. Уноват совсем. Промога. Для того, что он на заднем ребучке ставит. Вот так, глупо. Камакиваем. Ну, ладно. Открыть все методы. Обязательно рядом. В любом случае, мы сейчас его добьем. Так, мы едим. Класс. Класс. 590 очков опыта. Золото нам у нас там 18000. В принципе, в этой игре золото тракет вообще некуда. Если мы в которую параллельно проходим Final Fantasy 1 на NES, да, там золото нам нужно будет на одежду. Когда мы там вновь попадем на магию, все же всего. Тут абсолютно оно. Оно не нужно уже, бля. Ну, ничего страшного. Добиваем скелеты. Осталось убить Селелит. Чей поцелуй мы стыдили в прошлый раз. Опять Шлепок. И 52 по Урсуле. Благодаря этому сейчас Урсула вылечит Монако Б. Ну, а в себя может быть в следующей битве уже. Еще один Шлепок. Который типа, блин, ну как бы форализует наших или усыпляет. Бойцов. 447 очков опыта, 312 золотых монет. Вот интересно, на выходе этого леса нас будет ждать какой-нибудь новый серьезный вызов? Какий-нибудь босс, мини-босс, отряд Сейсила, который зомбирован или еще кого-то. Из Барона там. Блин, тут куда? Влево или вкрат? Или туда вверх? Ну, давайте сначала влево попробуем пойти, а дальше разберемся. Чакры на себя. Ну, остальные просто буду атаковать. Ваншот, естественно. От Янга. Промок очередной от Монаха, который на заднем ряду. Ну и... Понятно, что мы ее хоть даже с уязвимостью не сможем 300 добить. Ой, неприятно. Это тьма что ли, да? Как-то так. Еще и сотню, блин, по Монахуа ударила собака. Понятно, что Янг-то ее добьет сразу. Может быть, кстати, надо было Янгом на Лилит сразу как-то атаковать. Повышен навык уровня группирования, которое, ну, в принципе, нужно только для боссов, поэтому... Если была бы масса там еще какая-то, но у нас массы пока что нет в группированиях этой дружной семейке. Плюс стадо Монахов, у которых даже нет имен, к сожалению. Так, я не знаю, то ли я выхожу, то ли не выхожу, блин. По идее, тот-то-то вход должен ввести на выход, потому что... А-а-а, подожди сейчас. Атака. Поехали. Даже на заднем ряду, видите, не прошел полный урона, естественно, но все на ваншот. Это хорошо. Не успел даже... Вылечить никого. Наша дочка короля. Принцесса. Урсула. Раньше часто смотрел биатроны, почему-то, когда вот урсула, имя сразу вспоминают, что урсила... Урсула Дизель. Турбодизелем мы ее звали, а теперь очень быстро бегала. Немецкая спортсменка. На ум сразу приходит, это... Стреляла кореново, но бегала, блин, как здесь на турбодизеле. Кого-то мы там вылечили, я даже не заметил, кажется, Янга, да, Янга. Очередная победа и 271. 271 единица опыта, что тоже, в принципе, неплохо, в любом случае нам опыт пригодится. Интересно, а потом эти все эпизоды как-то будут в конце связываться вместе, чтобы мы в общем побеждали злого или... Только будет те, кто в конце как бы останется там, в последних эпизодах, один сражаться. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что все-таки вот дети как раз вместе как-то соберутся и будут спасать мир. Не знаю, мне так кажется. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Как бы удар могло. Ух ты, блин. 103 по заднему ряду, охуууу. Ну огонь фигня это. Ну бля какой-нибудь огонь два хотя-бы. Давай Янг, давай Монах, отлично, хватило, 590 очков опыта Монаха получает 19 уровень, тоже хорошо, ну можно сохраниться по идее, но я как-то смыслом время терять не верю сейчас, лучше нам быстрее выйти куда-нибудь из леса и сохраниться там если что, хотя опять же может быть босс на выход, тогда нам лучше было бы сохраниться, ну ладно. Так, вышли мы из леса до Матинтового острова, в принципе можно, а тут нельзя, ну ладно, заходим в мой корабль. Учитель Янг, принцесса, вы живы? Этого будет достаточно? Вы настоящий герой. Говорить надо не меня, а мою ученицу. Ученицу? Учитель согласился со мной заниматься, принцесса. Отзовите меня просто Урсула, чем-нибудь помочь. Ну, раз вы так добры, не поможет ли очистить пальмовое масло, чтобы получить топливо? Согласна. У нас заставят сейчас чистить пальмовое масло, нет? Они сами плывут, поэтому это хорошо. Люблю вот я блуждать в морях, поэтому когда корабль плывёт сам собой, мне просто супер. Это просто класс. Нубер. Масло-то лучше, чем я думал. На нём мы допщимся вором, как на крыльях. Учитель? Что такое? Впереди притаилось что-то огромное и страшное. Ты тоже почувствовала? Да. Всем срочно привязать себя к кораблю. Зачем? Торопитесь. Есть учитель. Это гнетущая овра. Я не ошибся. Это Кракен, да? Ну что ж, мы завершили историю Янга, учитель из Пабло. Начинаем следующий эпизод сразу же. Который будет... Давайте засеем. Так, ну что ж, история Янга нам прошла. Давайте история Палома, да? Осталось ещё довольно много историй. Чёрный маг Палом поклялся, по миру покойные от Эллы стать мудрецом. Наставник отправляет его в Трою обучать Леонору, будущую жрицу чёрной магии. Но зачем мирному королевству магии такой силы? Бедствие, гуляющее по всему миру, скоро доберётся до Трои. Ээээ... Эээ... Другой бор, да, просто похожий корабль. Не клюют, капитан? А ты прекрати ныть! И вообще, вы долго собираетесь телиться перед этим молокососом? Перед каким молокососом? Черный маг из Мессидии Палом. Виноват, господин Палом, ваше происходительство. Превосходительство? Да я по сравнению с вами совсем мальчишка. Тогда как прикажете вас величать? Но вы взрослые, вот сами и подумаете. Как скажете? Вообще, в вашем возрасте пора уже держаться увереннее. А ты как с капитаном разговариваешь? Рыба? А? Рыба есть или нет? Не единый пока что. Может быть, вы плохо ловите? Здесь самые рыбные места. Я даже не представляю, почему нам не везет. Извинения мне не нужны. Мне бы свежие рыбки, а то долго плывем. Тошнит уже от солонины. Не уносимо. Я знал бы, остался бы Дуума. История Палома. Путешествие мага. Молитвенная кафедра. Палома. Старейшина, вы меня звали? А где Палом? Простите, я сейчас приведу. Палома. Палома. Вот он я. Палом, ты где шатался? Простите, я что, должен отчитываться за каждый шаг? А? Ну, так чего прикажете? Ко мне из одной страны поступила просьба. Просьба? Опять помолиться за каких-нибудь чурбанов, которым самим лень? Стыдись! Паром, ты бери эту работу. А вы мне, старейшина, лучше скажите, что надумали. Про твою учебу на мудреца? Да. Тебе еще рано. Опять рано. Долго мне еще ждать. Палом! Ладно, ладно. А о чем просьба? В некую страну требуется маг, чтобы обучать тамошник-жриц. Я буду рада туда поехать. Спасибо, но я решил послать Палома. Что? Пуром, же у нас всегда обучает жриц. На этот раз, Палом, поедешь ты. Вы уверены, что от меня будет польза? Белые магии-то я не знаю. Будет польза или нет, зависит только от тебя. На борту. Ладно, соберись с Палом. Прорвемся, братун. Братюха. Вот и ночь нам стала. А она все ближе и ближе. Это луна. Мальтиная кафедра. Почему вы послали Палома, а не меня? Во-первых, есть вещи, которые умеет только он. А во-вторых... Ох... Как вы? Да ничего. На борту. Утро. С добрым утром. Хорошо отдохнули. Нет. Ну... Скоро уже трое. Боюсь, что пока нет. Не желаете ли прогуляться по Палубе? Здесь вам, конечно, уже надоело, но... Кх-кх-кх. Говорят, в последнее время на большие города нападают чудовища. Капитан. Да. Я помню, как вы клялись, что довезете меня за неделю. Да. А мы сколько времени назад из Мессидии вышли? Скоро месяц будет. Я понимаю, если Компас сломался, значит сломался. Вот-вот. Но вы здесь моряки или кто? Ну да, моряки. Вы же обязаны выходить из таких положений. Простите нас. Ой, что это? Нет, вы вас и меня не приведете. А вот тут Месси. Там уже трое. Да ладно. Уже трое на подходе. Ура! Троянский берег. Простите, что так долго добирались. До самой Трои ведь еще не близко. К западу отсюда есть мост. Перейдете его и ступаете на север. Будет лес Чикоба. Оседлайте Чикоба. Переправьте через речку и там уже и трое. Понятно. Счастливо вам пути. Больше ничего не скажете? Не извольте гневиться за плаванье. Взрослая, такой подлеза. Вам не стыдно? Виноват. Ну, счастливо. Удачи вам, господин. Один из моряков так недобрый взглянул. Запад, север, запад. Ну ладно. На этом наша очередная серия подходит к концу. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Серия получилась, опять же, не очень длинной. Но, к сожалению, так есть, как есть. Вот. И ждите новых серий уже по расписанию. Как всегда. С вами был Айс. Всем пока-пока. Субтитры подогнал Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...